Мария Димчук знает этот маршрут как облупленный, ездит больше пяти лет. Сейчас раз в месяц, раньше и того чаще. Семь часов из Варшавы до Ивано-Франковска, затем по ухабам на пригородном родного села Рожнятиф. Она еще раз успеет подумать, как правильно сделала, что уехала несколько лет назад на заработки няне и уборщице в польскую семью, а затем там в Польше выйдет замуж. Но цена за это личное счастье окажется слишком высока. На станции ее будет встречать Руслан, друг старшей дочери, на уставшей от карпатского бездорожья Жигули Семерки. Проверив дом, Мария обычно забегала еще в магазин, купить сладости сыну Юрии и затем летом к нему в Снятинский интернат для особенных детей, куда она определит сына, чтобы ездить на заработки в Польше. Сейчас вместо интерната она идет к своему Юре на сельское кладбище. В это трудно будет поверить. Юра погибнет прямо в интернате. Умрет страшно, обгорит 98 процентов тела. Так, что практически не узнать. Сам Юра перед смертью так и не сможет ничего сказать, хотя будет в сознании. У него тяжелая форма шизофрении и почти полное отсутствие речи. Но однажды, незадолго до смерти, он неожиданно скажет маме фразу, которую она поначалу припишет его больному воображению. За 20 с лишним лет в журналистике пришлось повидать многое. Десятки командировок в Чечню, А еще Афганистан. Этим полицейским по 20 с лишним лет и они, конечно, не помнят советско-афганскую войну. Война в Южной Осетии, Донбасс. Но самое страшное воспоминание 2004-й Беслан. Тогда, в ходе крайне неудачного штурма по освобождению заложников, погибнут 183 ребенка. Ничего страшнее этого кладбища нет и быть не может. Когда дети гибнут в ходе боевых действий, терактов, катастроф, это хоть как-то можно, нет, не оправдать, объяснить. Но тогда в Беслане я не знал, что куда больше детей погибает в мирное время от банального равнодушия, цинизма, а в общем и целом не любви. В будинку-интернаті 6-річний хлопчик помирає від высокой температуры. Він, дитина, з інвалідністю, у него ДЦП. И его не хочут везти в реанимацию. Мы говорим, ну почему вы скорую не вызываете? Девчата, не морочите головой. Яка скорая? Ну что, конец света будет? Что дети не вмирают? Приехала швидка, відвезла дитину до реанимации. При реанимации мы опять начали уговаривать главного реаниматолога, чтобы они спасали его. В то же время он говорил, ну зачем он не железно протянет еще неделю, такие дети не живут. Вот, на связи уполномоченный, говорите ему, что не будете спасать. Сразу все, что нужно было, нашлось. Сразу всем его обеспечили. Дитина была врятована, але він ще й сміявся, що це рекордсмен, що з температурою 42-го, ще ніхто в нього не вживав. Мы сознательно не говорим, где это происходило – в России, Украине или Беларуси. Наследство от страны самого счастливого детства – СССР – система останется одна и та же. Словно это не учреждение с госфинансированием, а частные детские тюрьмы. Когда съемки будут практически завершены, в моей жизни и жизни моей пятилетней дочери Сашки произойдут перемены, которые заставят положить этот фильм на полку, а по возвращении к нему вписать нашу с ней историю в финал картины. Я вернусь к работе над этим фильмом только через полтора года. Вопросы, почему интернаты зло и что с ними делать, дополнятся еще одним. Если интернаты благо и отказ от собственного ребенка – непреступление, тогда что такое любовь? Сашке будет сейчас годик, и мы будем задавать вопросы, которые будут сопровождать ее все детство и юность. Первый выпуск. Детские и недетские вопросы. Александра Леонидовна Камфе. Сашулик, что такое счастье? Дочь, что такое любовь? Самые сложные, самые простые вопросы. Здесь нашей Сашке, кстати, уже три года. Счастье называется киндер. Серьезно? Да, с Моликом. Да? Хорошо. А что такое любовь? Это такое любовь с папой мы счастье. И то, что в детстве будет даваться с такой легкостью, с каждым годом, все сложнее. Здесь ей четыре, и она совсем не готова к совершенно бестолковым и ненужным вопросам. Одному-ка, скорее бы уже отпустили играть. Что такое любовь? Это кто-то любит сайки и цветы, еще и кидает мяч, и щенков любит. А здесь ей пять. Ой, кое-что забыла. После этого мы едем с тобой, чего, покупать игрушку, да? Каким его зовут? Просто друг, да? Нет, потом его зовут. И ответы совершенно другие. Она уже понимает, о чем говорит. И совсем не только потому, что на год взрослее. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что такое счастье? Это когда человек друг друг любит. А что такое любовь тогда? Это когда не встречаешься и не жениться. Это любовь? Да. Это детская площадка на бульваре Шевченко в Киеве. Мы с Сашкой любим сюда приходить. Таких сотни по всей Украине, или даже тысячи. А в мире вообще миллионы таких детских площадок. И везде одно и то же. Ну, правда, когда ты счастлив и живешь в любви, какой смысл задумываться над дурацкими вопросами? Ну, вот он. Что знает про любовь? Или вот она? Любовь всегда и везде выглядит одинаково. Например, так. Или так. Еще может быть такой. Когда говорят, любовь, опор и поддержка, сразу представляется что-то похожее. Для детей это так же естественно и просто, ну, как сахарная вата, например. Вот так выглядит сытый, счастливый ребенок, к наебшемуся всякой дрянью, да. Ты из меня веревки езжешь, доча? А? А! С площадки их поведут домой. Дом – это где твоя семья, где тебя любят, каким бы ты ни был. А это еще одна площадка. Здесь тоже дети, и они тоже гуляют. И о них заботятся, и за ними ухаживают, и у них тоже есть дом. Детский дом. И разница не в том, что там здоровые дети, а здесь с особенностями. Дети, какими бы ни были, каким-то шестым чувством распознают это с рождения, когда их любят, и когда нет. Мама. Ты любишь маму? Маму слушается. Маму слушается? Маму. Маму надо слушаться? Гулять. Гулять? Гулять. Гулять. Все, все, с другой мамой пойдешь? Пошли. Это Херсон, один из детдомов. Юрий Маринчак и Александр Горденко здесь частые гости. Еще в 2002-м они создадут благотворительный фонд «Мой дом» и будут помогать интернатам и детдомам Херсонщины. Так вы хотите по земле менять трубы до здания? Только сама котельная? Они много лет будут бороться за то, чтобы дети из интернатовских казарм перешли в новые семьи, приемные или патронатные. Семья – это единственная здесь на земле форма, в которой ребенок формируется и растет нормальным, полноценным человеком. Все остальное оно губит. Это окажется крайне невыгодно для самих интернатов. В ответ Горденко и Маринчак слышат от приставленных детям чиновников одно и то же. Помогать – помогайте, а на интернаты не замахивайтесь. Як вы уважаете, еще краще. На данный момент, бачите своих детей, я считаю, это просто интернатный зал. Одна из самых больших проблем, глубоких проблем интерната – это отсутствие правильно сформированной привязанности ребенка. И здесь вы ее не сформироваете. Вот вы меня сейчас, как-то говорят, провокируете на то, чего я не знаю. Я говорю сейчас о своем беде. Вы знаете. Не знаю. она так говорит, но она к самому разговаривает. Можете приезжать, ни в одно здание вас не пущу, никаких вопросов отвечать не буду. Вот так я ответил. Вот она жестко говорит. В интернате, как в казенной, сухой системе, прежде всего нет любви. Вот той, которую могут дать только родители. Это тот самый снятинский дом-интернат для особенных детей, где сгорит Юра Демчук. Он станет слепком порочности всей системы. Здесь соединится все. И банальное воровство, и клановость, и коррупция с круговой порукой, пытки, издевательства и даже убийства. Пытаясь разобраться, кто и зачем убил Юра Демчука, причастны ли к этому администрации, почему за это никто не наказан, мы и сами не предполагали, какие страшные вещи вскроются в ходе расследования. Снимать будиль, которая находится на государственном получении, мы имеем право. У меня есть вопрос, как у журналиста. Это Юля Козыряцкая, наш журналист. Здесь ей всего 24, с виду сама еще ребенок. Ее и наши камеры будут выставлять отовсюду, куда мы захотим попасть. Это будет повторяться и в Киеве. В Луцке Запорожье А это Херсон, тут самый детдом. Не водите меня журналистов, мне не надо, а нет. Они зобовязаны пустить, но они вам стихи навешают лапши. Вы должны одеть бахили, халат, дети хворие, а ходят вирусы, а ходят это, а они спят, а они едят, а они учатся, и вас только проведут этим коридором, где постелены коврик, где попугайчики, сидят на цьому в клитке, и где очень много цветов, где красиво, они вам это покажут. И вы посмотрите, ой, какая красота. Это Мирослава Зинова, один из бывших руководителей Ивано-Франковского департамента соцзащиты. Ее жизнь круто изменится, когда она попытается заглянуть за витрину самого счастливого детства, с теми самыми стерильными кухарками, канарейками и унитазами. Натискаючи есть вода. Воды нет в унитазе. Я пнула унитаз, а это бутафория. Выходу, я бежит какой-то парень. Я говорю, скажи мне, будь ласка, где тут туалет можно сходить? Тут надо на улице. Дивлюсь, какая стоит такая деревьяная будка. Шарпнула, замочек бутафория. Проникнуть в интернат можно или со спонсорским пакетом в заранее согласованный день. Это одна из таких встреч с благотворителями. Или в ходе проверки. Но странное дело, какой бы она ни была внезапной, директора интерната каким-то чудесным образом всегда предупреждены. Добрый день, господи, царик кого? А где у вас директор тут есть? А зачем вам нужно? А вы спрашиваете, зачем? Я спрашиваю. А зачем вы спрашиваете? А зачем чтобы знать, куда идете, зачем идет? А зачем вам знать? Потому что я тут в какой-то степени примыкаю к этому. И мы в какой-то степени примыкаем. Каким боком? А вы каким? Я психиатром. А, очень хорошо вы с вами пообщаться. Николай Кулеба, уполномоченный по правам ребенка, как никто знает, чем его будут встречать, если о его визите известно заранее. Вход идет давно обкатанное оружие, самодеятельность. А это снова из российских времен. Балалайка, гармошка, и все подготовлено, дети стоят, тебя сразу запрошивают в зал, где тебе песни начинают спевать, и ты поясниешь, что этого не нужно делать. Вы же змушаете детей. Нет, им приятно, они доволенны. Это уже программа откатана руками. Система будет стоять намертво, от санитарок до директоров, ревностно охраняя свои тайны. Одна из них тотальная коррупция, от простой санитарки до областной соцзащиты. Именно это объяснит, почему убийство Юрия Демчука так и не будет до конца расследовано, почему даже последняя кухарка будет покрывать смерть ребенка. Это одна из нянечек Снятинского интерната. И даже после увольнения она будет бояться рассказывать, что происходит за закрытыми дверями. Юлия Козыряцкая все еще пытается прорваться в Снятинский интернат, где погибнет Юра Демчук. Дорогу ей перекрывает охранник. На телефоне нынешний директор. Директор после нескольких часов препирательств даст разрешение на съемку, но сам появиться перед телекамерой откажется. Время обед. Опрятный молчаливо вежливый персонал. Сегодня картофельный супчик, фасолька. Сразу бросается в глаза. Большинство так называемых детей вполне себе взрослые мужики. Оказывается дети с особенностями это до 38 лет. В остальном ничего примечательного. Интернат как интернат, обед как обед, запахи как запахи. На эту же пасторальную картинку купится при первой проверке Снятинского интерната и Мирослава Зинова. Но в следующий раз у нее уже будет стойкое ощущение что-то здесь не так. И тут один такой хлопчик подошел и «А вас как звать? А вы звездки? Безфранківска? Переверка?» А я говорю «Так, мы приехали с переверкой». «О, то уже сегодня будет добрее ездить?» Я так тик. И тут подбегает уже какая-то жена в белом халаті. Ходи, что ты тут представил? Что ты тут представил? Первые продукты. Любой зав интернатом вправе сам определять поставщиков. Прибившим директором Леониде Шемчуке много лет тендер будет выигрывать по странному совпадению одной и той же компании. Эта людина, которая поставила продукты, она ездила где-то на базу або кто-то ей пропонувал все то, что уже осталось и срок давности уже давно минув. Срок годности. И она договорилась там на базах и брала это практически за копейки. А оформляли они это так, как за нормальные продукты. В начале 80-х Дмитрий Сидлярчук сам проработает несколько лет в этом интернате. Что там происходит сейчас, он узнает от бывших коллег и приходит в ужас от размаха воровства. Вот видите собі люди на соціальній сфері так живуть на сьогоднішній день це власність Шимчука бувшого директора дитячого будинку на ньому записано так це і чотирьох поверховый ще плюс підбали там є. Кроме доступа к распределению бюджетних средств гуманітарки не ми всім видаємо тільки по дозволу який видає Шимчук ага ого директору снятинського інтерната окажеться столько що ми просто не могли їх не задати це як то в дому ліонід шимчук десь даст согласие навстрічу но потім тервію тому я я зараз піду через городи спробую знайти його з тієї сторони Как это произошло в тот злополучный день 18 февраля, никто толком сказать не может до сих пор. Мария Демчук со страшной новостью позвонит дочь. Кажет, мама, ты что делаешь? А я говорю, а мне как-то так что-то стукнуло. Я говорю, а что-то стало? Она говорит, ты знаешь, Юра в тяжком состоянии. Я говорю, как тяжко. Где-то в огонь шпурили, его кинули. Кажет, я не знаю, потому что нам позвонили. Эта женщина на тот момент одна из дежурных санитаров в группе Демчука. По ее словам, в момент трагедии ее не будет на работе. Она уедет по распоряжению интернатовского врача в городскую поликлинику с другими детьми. Дзвонит до меня санитарка с первого поверха, Семерга Тамара. Маша, что ты, где ты? Я говорю, в поликлинице. Что все стало? Она говорит, Юра Демчук сгорел. Я сразу подумала, что, извините, пошутковала. Думаю, ну как мы их сгорели? Я дитину решила на другом порте санитарцей и пошла. На весь этаж с особенными детьми останется всего одна женщина. Это на 60 с лишним человек, справиться с которыми в одиночку практически невозможно. Экспертиза практически сразу установит. Юру кто-то обольет бензином. Дети доступа к горючему иметь не будут. Тогда кто? Администрация? Посторонние люди? Это и правда будет выглядеть очень странно. Во всем интернате якобы ни один человек не видел ровным счетом ничего. Уже потом, после смерти сына, Мария вспомнит инцидент, когда неожиданно, без предупреждения, приедет в интернат его навестить и застанет страшную картину. Санитарка будет отпугивать детей горящей хворостиной. В этом, возможно, и будет разгадка смерти ее Юры. И чую такие писки страховенные, такие, ну, пиши, дитина, я захожу. А вихователька все себе вышивает, а купа детей, а один дитвак голый. И в огне так у лица. А я говорю, вы, напевно, и Надюру так зиздеваете? Она говорит, нет, мы только позже ему, потому что выслухали нас. Я говорю, а директору? Ни, нема директора, потому что директор хорый. И все, отдайте телефон. Нема. Ну, как директора телефона нема, то я навіть не верю. А ведь когда-то Марию местные соцслужбы просто-таки будут уговаривать сдасть Юру в интернат, нахваливая, как ему там будет хорошо. Оставшись одна без посторонней помощи, она быстро согласится. То они мне знали той заклад. Ой, то таки добрый, там будет добрый. Ну, на початках было добрый. Со временем разница между фотографиями Юры дома и в интернате будет все разительнее. То, как мы его привезли какого-то на початках, то уже в интернате. Чего вы такие худенькие? А, Бог я знаю. То так само в интернате, то у них там щадки так стояли. Одна з останніх прикладів, коли мама з Одеської області приїхала сюди, щоб зустрітися зі мною, і жаліться на те, що їй дитині недобре в интернатному закладі. Сім років дитині. Я кажу, навіщо ви віддали? А мені управління освіти сказало віддати. Це ж ваша дитина, що значить сказало? Якщо дитина, дитина, ну, там перебуває в небезпеці, заберіть її. Хай вона з вами буде. Ні, от хай директор все щось робить, щоб дитині було там гарно. І дитина померла. Дитина померла. Вона захворіла і померла. Вся соціальна система устроена так, щоб сім'я сама відказувалась від дитині. Ні, дитині. Ні. Щоби здасться в інтернат, це розхожі вираження давно нікого не коробіт, словно стеклотару, родителям достаточно написати заявлення. Соцслужби составить акт, і все. У дитині більше немає семьи. Ми з ними говорили і хотіли, щоб берегти першу все сім'ю, тому що ми розуміємо, що найкраще дитині виховуватися все-таки в сім'ї. Це о сім'ї Кашкарян із Луцка. Їх історія станет потрясінням для країни, давно привикшої к равнодушію. Вони навіть знімуть сюжети і ток-шоу на телевіденні. Зараз думаємо, що одна моя дитина, там багато дітей, в яких сім'ї в десять раз багато живуть. Віктор і його жена Ольга віддадуть свого Максиму в дому дитину, тому що в них дому ремонт. Точніше, навіть не в усім дому, а в бувшій ванні, яку вирішили переоборудувати в дитину. Багато хто це все робить потихому. Тіпо хтось питається, а де ту я дитина, у бабушці. Те саме і я, в принципі, хотів, що потихому, спокійно, сімейно, тут всім швидше доробити. Нормально, тихо, спокійно його забрати. Всім я розказував, що там бабулів, там вродичів, туди-сюді, просто щоб ніхто не знав, даже де я не є. Бо того, що я знав, чим це все закінчиться. Поначалу дурная слава буде йому мешати, но потім він почнёт на ній зарабатувати. Волонтёры тут же почнут собирати деньги і віщи маленькому Максиму і струйматериалу на ремонт. Люди вважають, що деревні вікна погані, чого я б не сказав. Будь ласка, вважаєте купити, купляйте, бо я то знаю, що вони вже стоять. Но чим більше допомоги, тим длинніє ремонт. Папа Максима грозиться закінчити його то день в день. Залишилось побілити, що буде зроблено сьогодні. Залишилось поклеїти обої, опять-таки, що буде зроблено сьогодні. Залишилась підлога, що теж буде зроблено сьогодні. То через місяць. Місяць, два. І ці дві кімнати будуть, як ідеальні. Ну а там і полгода не за горами. Дивіться, розпочинемо з самого початку, ще коли дитина потрапила туди. Все це було б смішно, якби їх маленький Максим неделя за неделей, місяць за місяцем не проводив в дитдоме. Ми договаруємося з Кашкаряном на завтра проведуть сына. Але все плани зірваються. Отец, похоже, сильно устал после ремонта. Відкрите тут. Вікторе, ви споджуєте, так? Вибачте. Вибачте, просто я додзвонитися не змогла і приїхала. Він ще перекурит после тяжелого трудового дня. Добрый ранок. І вот під вечір поїдється к сыну на нескільки минут під камеру. А ехати – всього нескільки остановок на автобусі. Фонарик. Якась штука цікава, да? Говорю, зайчик, ну посидай просто. Зайчик, ну не глупо, я щось прийду. На какие только подлости не готов пойти человек, лишь бы достойно выглядеть в собственных глазах. Такі вот родители с легкостью перекладывают ответственность за свого ребенка на чужих людей, а потом предъявляют претензии. А ведь ничего здесь удивительного, інтернаты создавались-то изначально в советские годы как инкубатор коммунистического воспитания, когда все общее и все ничье. От фабрик, газет, пароходов до детей. Это Салихардский інтернат, где живут і воспитываються дети северян і з отдаленних поселках і стойки. Але якщо це була ідеологія, зачем в країні государственні діти сейчас, коли давно Союза нет, в тому числе особенне? Ответ, оказывается, до банальності прост. Інтернаты финансуються від количества дітей в інтернате. У нас є таке правило, деньги ходять за ребенком. Поэтому вот є діти, є діти, є діти. Нет ребенка, нету этих денег. В Україні около 700 інтернатов. І вот на це содержання казенных домів с насилием і коррупцією господарство тратить 12 мільярдів гривень в год. Це недавні цифри – 12 мільярдів. На кожний інтернат приходиться в середньому около 17 мільйонів. Конкретна сума зависість від количества дітей. Навіть якщо ви наймати няню і возити дитину кудись на процедури, для держави це дешевше, ніж отримувати дитину в будинку дитини. Но саме странне – львиная доля денег йдет совсем не на дітей. 85% фінансировання, зарплаты і содержання зданий. Причем 2 трети штата – совсем не воспитатели. Це бухгалтери, сантехники, дворники, словом, обслуживающий персонал. Ну а остатки средств на дітей – куда без них? 27 гривень в день. То есть на мінімум їду, одежду, медицинське обслуживання – меньше 1 євро. Заходимо в групу, де 8 дітей четвертого профілю, лежачі діти, досить складні. І одна няня. І одна няня. А вони кажуть, ну по штату, а більше немає. В разное время я снимал такі сюжети і в Білорусі, і в Росії. За временем снова кажуться, що трагедія по другій стороні екрану, і тогда діти знову остаються з вулицей один на один. І везде одно і то же. ГОСУДАРСТВО СЛОВНОБЫ НАКАЗЫВАЕТ РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ НИКАК НЕ ЖЕЛАЮТ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ СВОИХ ДЕТЕЙ, КАК ОБЫЧНЫХ, ТАК І СОСОБЕНОСТЯМИ. Ощущение складывается, що йдет борьба против, то есть уничтожение, негласное уничтожение больных людей. Кажется, система специально так устроена, чтобы создать им непреодолимые препятствия. Друзья, давайте жжете радоваться. Правда? Ми живем. Слава Богу. Один день из жизни такой особенной семьи в Украине. Каждое утро – отточенный месяцами ритуал. Маленькая Аня идет в сад. Я прийду за тобой. Хорошо? Папа на работу. Звони. Наталья Щудло со своим Тимохой по поликлиникам. Бесконечный сбор справок. Одних и тех же. По карусели. То мы комиссии проходим, куда-то едем на реабилитацию, то мы комиссии проходим на получение какой-то там обуви или еще что-нибудь, то мы комиссии проходим перегруппировку. Короче, ребенок вечно комиссии, 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 комиссии. Аня и Тимоха – двойняшки. Она родилась здоровой, он с ДЦП. Ну давай, ну вальяжно так прям. Встал? Прык делаем. Наталье тоже будут предлагать отказаться от мальчика. Но зачем эти муки, если ей здоровая дочь? Наташа с мужем решат иначе. И почти тут же поймут. Кроме них самих Тимоха никому не нужен. Например, на двухмиллионный Киев всего один садик для неходящих. Да и тот у черта на куличках. То есть мы доезжаем до метро Дарница. Это минут сорок. Там по подземке переходим. И минут двадцать еще потом до садика идти. И вот мы в семь утра встали. И пока мы два-три часа дня домой приехали, ребенок, грубо говоря, не кормили. Еще год-два там школа. Видишь, детки в школу идут. Пойдешь в школу? Наташа уже сейчас думает, где найти инклюзив. Впрочем, прекрасно понимая, с каким сопротивлением ей придется столкнуться. Уже сталкивалась. Слышала от других родителей в свой адрес что-то вроде этого. Мамочка, что вы себе думаете? Вы собираетесь ломать психику здоровых детей? Ей нужно еще успеть в кожном венерологически. Это уже не для Тимохи, для самой Натальи. Справка о том, что она не представляет никакой угрозы для детского санатория. А что мы будем делать? Я говорю, сейчас к этой тете сходим, потом к твоему врачу сходим, а потом поедем в другую больницу. Одни больницы. А ехать через весь Киев. Сначала на одном автобусе, затем на другом. Я сейчас ребенка посажу, придержите его, а я коляску сложу, если не трудно. И так едва ли не каждый день. Бесконечные пересадки, косые взгляды пассажиров, периодические перепалки с водителями, теряющими деньги на льготниках. Молодец, держись. Обычная жизнь обычной семьи с необычным ребенком в стране с дефицитом любви. Покажи мне мочку свою, покажи. Красивую такую. И вот он, заветный кожно-венерологический. Очередная справка. Через два месяца она устареет, и надо будет ехать снова. Нужно сдать кровь на анализ. Я еду с ребенком на реабилитацию, у меня 4 часа поезд. Две поликлиники и полдня позади. И снова трястись в автобусе. Тимохе это уже дается непросто. Тихо, тихо. Ударишься, смотри. Давай чуть-чуть подальше. Вот так вот. На обратном пути еще надо заскочить в магазин. Причем заскочить чуть ли не буквально. Хоть что-то прикупить из витаминов. Так, яблочки пошли возьмем. Больше виноград. Ну-ка сядь красиво. Что это такое? Накануне, кстати, ему накинули пенсию по инвалидности. Можно банковать. На 80 гривен. Надо пройти комиссию. Люди добрые. Что за 80 гривен сейчас купишь. У Натальи всего пару часов на обед и сборы. Сегодня на поезде снова на очередную реабилитацию. На этот раз в Одессу. Приехали, Тимоха. Пока Тимоха будет смотреть свинку Пепу, Наташа успеет собрать чемодан и приготовить ужин. Эти вечные заботы помогают лишний раз не думать о том, что с Тимохой будет дальше. Но временами отчаяние берет вверх. Ведь он мог изначально быть, как все, если бы не родовая травма и равнодушие акушеров и гинекологов. Те даже не попытаются ничего исправить. Время будет утеряно. Как он сказал, если бы было приезде ребенка на вторую тему, то он не знал. Тимоха для Натальи – самая большая радость. И каждый его успех – ее личная победа. Она будет за него бороться одна. Хотя бы за тем, чтобы Тимоха знал, его не бросили, не заперли дома в четырех стенах, стесняясь его особенностей, что его просто любят. Свет, тень. Чуть-чуть свет, чуть-чуть свет, опять тень. Всегда должен существовать ритм. Снимая эпизоды о Тимохе, я вспомнил историю своих друзей и их дочери Сони. Раз в фиолетовый пошла. Рука опять началась более темная и вышла в свет. Да? Давай. Казалось бы, ну что тут такого? Обычная художественная мастерская, обычные подростки. Сюжеты, кстати, Соня придумывает сама. Вы создай сначала сияние вокруг головы. Во, прекрасный цвет. На обратном пути Жени ее мама будет с горящими глазами рассказывать о том, как директор школы сама предложит сделать стенд с Сониными работами. А потом это еще и продолжение получит. В общем, сегодня праздник был школьный у Сони. Ну, все, как всегда, очень прекрасно, прошло быстро, весело, потанцевали, поговорили, поели. Потом дети стали играть. И ко мне подошла израильтянка и предложила сделать выставку Сониных работ в картинной галерее. Еще Женя расскажет, как Соник будет каждый день спешить в школу и на уроки, и в продленку. И все с таким упоением, словно вот это внимание к детям, это желание ходить туда, где тебя ценят, не норма, а что-то из области фантастики. Мне как-то учителя сказали, почему вы кричите на свою дочь? Ну, Соня приходит в школу, рассказывает там, допустим, я думаю, да. И дальше мне прочитали такую мини-лекцию, объяснили, что, знаете, вы должны как бы учитывать ее личные качества и вообще помнить, что она личность, а на личность отвечать нельзя. Один небольшой штрих, и все станет на места. Соня не обычный ребенок, она аутист и с некоторых пор живет со своей семьей в Израиле. Женя Шустикова и Аркаша Коган в недавнем прошлом российские документалисты. Аркадий известный режиссер, Женя уже много лет его редактор. Аркаша пакует чемоданы, то есть коробки, нашли другой схерут в переводе севрита «съем». Поначалу, когда девочки были меньшего размера, Ален, иди сюда на минутку, иди. Вот, Алена сейчас, вот я вот Алена, да. Это я была вот такой. А когда, да, когда мы начинали жизнь, Алена была еще меньше, по-моему, да. Ну вот, а теперь я самый маленький в семье. Ну вот только крендели, Марта еще. Все, что нажито непосильным трудом. Книга гениального мультипликатора татарского при жизни друга Аркаши, его собственной Тэфи за фильм о любви Марина Влази и Высоцкого, ну и всякое барахло. Хорошее название для фильма. Татарский Тэфи и барахло. У него еще и «Золотой орел» за фильм о Янкопске, между прочим. Почему уехали из Москвы, променяв престижную работу на полную неизвестность, Аркаша объясняет просто. В Израиле главная ценность это жизнь человека. У меня на родине она ничего не стоит. Это культивируется на протяжении многих лет и это ненормально. Соня же о своей жизни в Москве будет вспоминать так, как может только художник. Все было как черное-белое. Я очень сильно чувствовала в Москве, как все они говорят «певет», Маленький Израиль для Сони и ее семьи окажется не просто другой страной, планетой. Планетой людей. Причем Соня плохо говорит, она не совсем понятно говорит. Неплохое произношение по-русски и на иврите. Но тем не менее, люди внимательно ее выслушивают. Они не говорят, что девочка отойдет сюда. Или что ты тут говоришь, что там «позови маму». То есть вот такие вещи и она перестала бояться мира. Она открылась. Это связано с тем потоком любви, который она получает ежедневно, не дома, а вне дома, от общества, от людей. Школа, люди на улице, в магазине. Раз в неделю во многих школах Израиля «Особенный день». С особенными детьми занимаются волонтеры движения «Крылья Кремба». Это такое название популярного печенья. Тут Соню, да впрочем, как и других детей, так и приветствуют везде. Сладкая моя. У всех есть право быть счастливыми. И надо только помочь осуществить это право. Неважно, какой у тебя диагност. И здесь этому обучают, воспитывают, прививают. Вот на этом месте начинают плакать. «Крылья Кремба» – это не взрослые уж точно не воспитатели. Никакой инициативы сверху. Государство здесь совершенно ни при чем. Движение создали сами подростки и молодые люди. Причем все его участники исключительно добровольцы. «Эт, каха! Эт, каха!» «Уми то хоэ цемула!» В Израиле это окажется обычным делом. Здесь нет чужих детей. Вот буквально. Ни одного детдома или интерната. Если что, с родителями дети забирают родственники. Очереди на усыновление лет на шесть вперед. Так выглядит Сонин школьный автобус. Ничего такого, к чему уже привыкла Наташа со своим Тимохой. Никаких ужасов передвижения городским транспортом на перекладных. «Шалом!» «Как дела?» «Хорошо. «Все?» «Вот, вот, вот сова». «Ну, чего сказали?» «Шикарно. Вчера даже запременили стенку, где поехали». «Спасибо». «Да? И все? Больше ничего не сказали?» «Ну, еще есть печень». «Сто шекелей продаешь?» «Да». «Нет, на выставку мы сейчас». «А потом сто шекелей?» «А потом дороже будет после выставки». «И вот тот же век, та же планета, Украина». «Обычный украинский город». «Двор каких тысячи?» «Типовая детская площадка?» «Типовая детская площадка?» «Подъезд?» «Сколько таких типовых городов, дворов, домов и подъездов?» «Тысячи окон, за которыми какая-то своя обыденная жизнь?» «Где-то с обыденными дрязгами, где-то с обыденным насилием». «Девушка говорит, что патруль не приехал». «Нужно информацию поднять и посмотреть, что это ситуация. Вы будете писать заявление?» «Это наш журналист Юля в одном из запорожских отделов полиции. Пишет заявление о том, что экипаж не приехал на вызов по делу о педофилии в семье». «Милиция отказалась ехать, потому что, так сказать, состава преступления нет. То есть, ну, он никого не убил, никого не порезал. Это его квартира, мы не имеем права». «А это Анита. Живет с отцом, старшим братом и младшими девчонками». «Это Соня до операции, буквально за несколько дней. Вот тоже до». У самой младшей из них Соне обнаружится тяжелая патология. Всем миром наскребут денег, и мама уедет с ней на лечение в США. Но пока мама будет отсутствовать, муж начнет проявлять повышенный интерес к одной из несовершеннолетних дочерей. «Значит, да, действительно, я трогал ее за грудь». «Классно». «Ничего хорошего». «Молодец, ты сам признался только что». Однажды девочка признается Аните и маме в разговоре по скайпу, что папа, оставшись с ней дома наедине, прикажет помыться в ванной и прийти к нему смотреть мультики. «Закрывал ее в этой комнате, на кровати, кидал ее на кровать, закрывал ей рукой рот, чтобы она не кричала, и насиловал ее. Она написала, что папа меня трогает за грудь, за попу, и щипает мне, говорит, что я сексуальная. Ну это вообще просто аут, аут и свалт, это ненормально абсолютно, это ужасно». В школе заканчиваются уроки. Первой домой возвращается маленькая Кристинка. «Привет». «Привет». Ей еще нужно приготовить, заранее Анита это никогда не делает. «Да, ну и мама сказала готовить маленькими порциями, чтобы не съедали папа с Данилом. Ну я закупаю, готовлю на один раз». А потом покормить ее, проверить уроки. «Все хватит столько? Хочешь три кусочки? Держи». К вечеру из школы возвращается Наташа. Имя девочки мы изменили. Обеденное время для нее слишком рано. Обычно возвращается часов восемь. Издерганная, запуганная, когда ее одноклассники давно уже дома. «Она кричала, она себе вены резала неоднократно, лицо так рассарапывала. Ходила в школу раз, наверное, четыре. Вот так вот полностью все рассарапано лицо, ногтями. Просто что-то в ней там на уме придет, она говорит, я пойду сейчас с балкона сброшусь». В итоге Наташа нам все-таки даст интервью и все подтвердит. И относительно прогулок, когда отец будет трогать ее через куртку и случившиеся дома. «Ты пошла в комнату смотреть мультики, и что было?» «Папа начал меня трогать». «Как?» «Обычно». «Ну, как обычно». «Делать в смысле?» «Да, как обычно. Что он делал?» «Трогал пальцем». «Где? Что он сделал?» «Ну, мне там было больно, что ли отходить». И ведь никто ничего не заметит. Ни соседи, ни прохожие, наверняка видевшие мужчину с девочкой за полночь на улице. Ни учителя, ни психологи в школе. В том же Израиле насилие в семье вскрылось бы практически сразу. «Снимать не торопитесь». Не заметит и социальная служба, куда наша Юлия пойдет с вопросами. «У меня вопрос, почему ничего не происходит». «Если на сегодняшний день у меня нет информации о том, что в этой семье есть какая-то беда». Жернова системы по защите детей заскрепят лишь, когда наш журналист сама напишет заявление о домогательствах отца к ребенку. «Как писать?» «Начальнику службы». Казалось бы, вот он, хэппи-энд. Соцслужба отреагирует в три дня. Несовершеннолетних детей, причем всех, на время разбирательства изолируют в приемник-распределитель. Но это окажется не намного лучше, чем отец-педофил. Когда мы собирали фильм, долго сомневались, стоит ли ставить эту, в общем-то, частную историю. Но, посмотрев этот эпизод, стало абсолютно понятно. Государственную машину, где ребенка передают по смене, дети, как таковые, мало интересуют. Только цифры и деньги, и порядок, в котором ребенок, что в неблагополучной семье, что в интернате, одинаково в опасности. В интернатных закладах присутствие сексуальное насильство. Ризик этого насильства в багато разів більше, ніж будь-де. Что такое домашний ребенок? Он рассказал дяде-милиционеру о том, что произошло, и пошел домой с мамой. А этот рассказал и вернулся туда, где он живет, к тем, кто его обижал, к руководству, которое это покрывало. Истязания, унижения и даже пытки – такая же часть системы, как подъем и заправка постелей. Все это происходит не где-то на другой планете в другом времени, здесь и сейчас, в эту минуту. А все потому, что в закрытой системе, покрывающей свои же преступления, не может быть свидетель очевидцев, никто вовремя не снимет побои. Однажды и мама Юра Демчука приедет, но не застанет сына в интернате. Ей скажет – уехал на обследование. Мы говорим – дайте адрес нам, где он есть. Они дали на Франківськ. Мы приехали в Франківську, нам сказали – кого нема. Через месяц на следующем свидании она ужаснется следам побоев на его теле. Ведко таки был побитый, бо у меня найти знімки, что як він был дуже побитый. Они казали, що він упав. В одну из проверок Мирослава Зінова увидит то, что многое ей объяснит, куда время от времени пропадают дети. Одна из санитаров будет тащить мальчика в подвал. Там директор оборудует настоящий карцер. А він кричит – я не хочу в клитку, я не хочу в клитку. Я так… Я говорю – я не зрозуміла, вы куди його ведете? А вот сюда в клитку. І так витягає такий жмут ключів. Так раз-раз такий амбарний замок на тому. Відкрила ті двері і його штовхає. Кімнатка була така, два на метр. Вона була дуже малесенька. І до чого ж жорстока людина, якщо можна назвати його людиною, він на ніч ставив відрос хлоркою і йшов додому. І цю дитину закривали в тому приміщенні. Можна только догадываться, що чувствует человек в таком бетонном мешке. Да еще, если он психически нездоров. Я кажу – а вас часто тут кидають? Так, а тут був такий один хлопчик. Його на ніч закрили. І він так бився головою об батарею, що ранку ми прийшли, він вже був мертвий. І по всіх стінах була кров. Дитина таке не може придумати. Все хотів робити на дитя. Здівався. Станик кидав. Діти горе ходили через землю. Всі ці ужаси можна списати на віддаленність. Где он, этот богом забытый снятин? Но вот тогда другая история. Самое, що не наист, центр країни – це Київ. Абсолютно. Ніхто нас не зустрічає. Бувша работниця одного із інтернатов напишет в соцслужбу жалобу о бездевательствах над дітьми. Наша Юля нагрянет в інтернат без предупреждения. І вот, що із цього выйдет. Вы будете там нас слухати? Я, конечно, буду вас слухати. Я вас очень прошу. Не знімайте мене. Директор не хоче, щоб його знімали. Юля, а з чим ведеться сьогодність? Директор предпочтет обсуждать конфликт за закрытыми дверями. Но річ пойдет не о фактах і з жалоби, що окажеться у нас в руках. Я вам зачитаю одну просто. А ведь там буде написано ни много, ни мало, що дітей, в том числе с особенностями, привязують на ночь к батарее, що їх в наказання можуть роздіть догола, щоб унизити і даже не кормити. Просто послухайте. Після зґвалтування дитина звертався з проханням про допомогу, тому що він не може знайти себе місця, не знає, як з цим бути, як себе поводити. Заступник з навчальної роботи про ситуацію, що склалося, аргументує. Хай ходить, не чіпайте, так пройде. Тот чоловік, який писав наклеп, по-другому нельзя не так сказати, про эту грязь, да? Он прекрасно знал свои права, он знал, що він не поймав. Майка, можна попросити принести репертуар на Новоричний Святана Николаевна? Випроваживая нас, так і не дав пообщаться с дітьми, директор не забудет упомянуть, як же їм повезло оказаться в такому чудесному інтернате. Його собственні потомки можуть только обзавидоваться. Я своїх дітей так не одеваю і так не перевлю, як вони можуть. Ми були на телевиденні обласному нашому, і там була программа об інтернатах. І зауч одного із інтернатів привела дітей-выпускників, где-то 7 челік. І вона сказала, встаньте, діти, пожалуйста. Це на камеру, був прямой ефір. Скажіть, хоро вам в інтернате? Це діти кажуть, да, нам так прекрасно, нам так хорошо. В студії був папа, приемный десятерих дітей. А, і він подійшов до мене після сюжету, він вовремя сюжету порівався, я його здержав. Підійшов і говорить, а ваші діти в інтернате? Вона говорит, нет. А почему вони ще не в інтернате? Від дітям так хорошо в інтернате. Інтернаты калечить дітей – никакая не метафора. Руслан Кашица – один із тих, хто збежит от свого інтернатовського детства на войну. Коли распахнутся Настюш ворота в жизнь, ему некуда буде йти. І він решить поехати туди, откуди, як правило, Возвращаются искалеченими буквально. Іли морально, іли физически. Я не чувствував себе, що я комусь потрібен, коли учився. Я пошел на контакт по мере своїх можливостей защищати один. Одиночество окажется самым сильним чувством в його короткой жизни. Він найдет лишь одно место, де йому действительно будуть рады – на передовой. І буде счастлив. Але буквально через місяць подорветься на мене. Всего через місяць. Боли я не чувствував тогда, я чувствував шок. Я понял, що я вже не можу видеть, і почувствовав, що не можу встати. Почував, що у мене що-то не так з левой ногою. Я думав, що я вже вживав умер. В той день. Я думав, що моя життя кончилась. Вся левая сторона тела в осколках. В свої 18 Руслан потеряє глаз, ногу і последні надежди, що жизнь як-то устроїться. Що, посадите на лавку? Так, так. Тепер я взагалі не виваю нічого, ні в щастя, ні в кохання взагалі. Я виваю тільки в те, що я сам встану на ноги. І буду жити сам все. Змаю всього достатньо. Він пробудет здесь около місяця, поки йому не подлечит раны і не поставит на протез. Врачи і медсістры давно вже знають, що таким, як Руслан, приходиться чинить не тільки конечности, но і душу. Ще треба не заправити якось. А, тут нема кишень? Ні, ні. А, є нема. Є. А, тут буду купити. Давай на каталочку. Давай. А потім вже будеш бігати. Я так кажу. Я ж якось. А, потім научимся. До пустіли вже звікаю. Для Руслана война таки останется в воспоминаниях с романтикой первой поля над головой и первой настоящей дружбе. Эти первые звонки от новых друзей и волонтеров как подтверждение. Все действительно не зря. Весь этот месяц на войне, который станет для Руслана, важнее девяти лет в інтернате. Звук нормально, как себя чувствуешь? Не сильно там тебя растрясло? Не, не, все хорошо. Вибраційний центр, ну, узнай, там палата, отделение, шо там как-то, хорошо? Да. Ну, все, давай, родненький. Я там тебе в мессенджере отправила, обнимашечки, целовашечки. Ты про че? Ну, все, потом прочтешь. Все, давай, слава Богу, добрался. Все, хорошо, давай, пока. Пока. Ну, и здесь, в госпитале, что-то такое есть от інтерната, когда живешь на всем готовом. Сами придут, сами все сделают. И кровь возьмут, и кардиограмму, и, конечно, покормят. Часничок любишь, берешь? Нет, я покажу часничок. Ну, дивисься. Давай, кушай, потом тебе все покажут. Ну, когда заканчиваются процедуры, перестают звонить новые друзья, снова приходит страх перед будущим. Кому он будет нужен потом, когда его выпишут отсюда? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! На войне я видел много таких как Руслан. Выпускников интернатов или воспитанных без родителей. Особенно в Донбассе, причем с обеих сторон. Это Андрей из Череповца. На этих кадрах ему 21 год. Приехал добровольцем в Донбасс защищать русский мир. Такие, как он, будут воевать за идеи, в которых они и сами плохо разбираются. И это будет странно, ведь одна из базовых потребностей человека – безопасность. А потом все станет на свои места. Андрей вырос без родителей. В детстве безопасность может дать только любовь, которой в его жизни и жизни Руслана Кашицы почти не будет. Став старше, чувство безопасности они найдут в оружии. Если никто не любит, пусть хотя бы боятся. Это тяга к автомату вообще любой силе, как к своей единственной защите, будет продолжением интернатовского детства не только для Руслана. У них есть колоссальная обида на государство и на всех успешных людей. Она зреет, потому что их кинули, их выгнали на улицу, не дали ни жилья, не дали ничего, их просто обманули. И такой человек, он понимает, что все вокруг него враждебно ему, потому что они ездят на машинах, они кушают колбасу, они живут в квартирах, а он – изгой. Его выкинули, он сказал – иди. Куда идти? Не знаю. Иди куда-нибудь. И все. Поэтому эта агрессия, она против общества, она понятна. Эту уникальную карту составит еще в 2012 году «Украина без сирот» – альянс общественных организаций и волонтеров. Выяснится интересная вещь. Самые неблагополучные регионы по количеству сирот к общему числу детей странным образом совпадут с зоной боевых действий. Где мы увидели, что уровень сиротства в соотношении к общему количеству детей очень высокий. Это и правда будет какой-то замкнутый круг. Выбор между плохим и очень плохим. Неблагополучной семьей или интернатами. И что, чего хуже, попробуй разбери. Нужна какая-то другая качественная альтернатива. Либо же интернатному учреждению, либо же кризисной семье, неблагополучной семье. Усыновление – это и есть та самая первая возможная альтернатива. На машине ездила? Куда ты ездила? Что ты покупала? Тварь. Что исповедую, то и проповедую. Это пословица про основателей фонда «Мой дом Александра Горденко» и Юрия Маринчака. Оба усыновят по несколько детей. Сегодня в доме Маринчака праздник. Вчера был суд. И теперь вы уже со вчерашнего дня маринчики все. Аплодисменты! Ура! Каждая из усыновленных – отдельная история. Но самое трогательное вспоминают маленькой Юльке. Пройдет уже несколько лет, а все равно рассказывают об этом прямо до слез. Я стою, стоит Оксана, и еще там 5-6 женщин работник стоит, психологи эти стоят. Открывают дверь и заводят Юлю. Это ей там меньше полтора годика. Он так посмотрел на всех, разгоняется и бежит к Оксане. И прыгает, она ее раз так на руки взяла. И все плачут, стоят. Ну и здесь нынешняя система делает все, чтобы ребенка оставить у себя в интернате. Процесс усыновления настолько длительный и сложный, что занимает месяцы, а то и годы. Мы взяли их под опеку, чтобы забрать сразу. Потом подали в суд и ждали суда. Еще сложнее усыновить ребенка иностранцем. Это, кстати, Кэролин из Нью-Джерси. Приехала в Украину вместе с отцом усыновлять Алену. Обычная христианская семья из США, по доходам ниже среднего. Они пройдут все круги бюрократического ада. Будут приезжать в Украину в течение полугода, чтобы оформить все надлежащие бумаги. А ведь именно они и такие, как они, едва ли не единственный шанс обрести семью для детей с особенностями. Мы вначале думали, что не сможем это сделать. Но это очень много причин. А потом решили, почему бы и нет. Мы можем построить пандус, купить Менюэн. Если мы дадим девочке шанс, мы можем изменить не только ее жизнь, но и свою. Украинская бюрократия кажется далеко не самым страшным. По словам Александра Горденко, такая же американская семья попытается усыновить украинскую девочку с тяжелейшим диагнозом. И столкнется с украинским судом. Здесь, конечно, они прошли весь этот вот цикл ознакомления, оформления бумаг в службе, в интернате. И судья Суворовского района, это открытые данные, она с них напрямую потребовала взятку. Тысячу долларов. Ну, ее взяли на горячем, все было там сделано правильно. Но, тем не менее, система судебная боролась за ее оправдание, наверное, года два. Ну и теперь, чтобы не оставалось никаких иллюзий, как старая система борется за каждого ребенка, пожалуй, самое интересное. 95% детей в интернатах в принципе не подлежат усыновлению, то есть из 106 тысяч около 100. А все потому, что большинство детей есть биологические родители, и какими бы они ни были, их не лишают родительских прав. Или же, если родители с зависимостью от алкоголика и наркомана, они все еще живы, то ребенок возвращается в ту же кризисную обстановку, в ту же кризисную среду, но абсолютно не будучи подготовленным к самостоятельной жизни. Как результат, около половины всех выпускников склонны к правонарушениям, и многие из них в первые же три года оказываются совсем не в окопах, на нарах. Территория несвободы для них – самый привычный образ жизни. Здесь, да, книги, тут религийные, то есть такое все. С виду обычная интернатовская палата. Игрушки, фото на тумбочках, Роналду, тачки и любовь на древе желаний. Вот только на каждой кровати табличка с ФИО, статьями и сроками. И тюремная роба вместо куртки. Миша Горбань сначала пойдет на безобидную кражу, а буквально следом уже на вооруженный разбой. И получит вполне себе реальный срок – шесть лет колонии. Установка, вставай, ревняйся, струнка. Выхователям провести пойменную проверку, про результаты доповести. Детская колония мало будет чем отличаться от интерната. Подъем, перекличка, уборка спальных мест, вхождение строя. Здесь даже лучше. Впервые в жизни с ним будет заниматься психолог. Задавать какие-то дурацкие вопросы для трехлеток. Например, какой цвет соответствует его настроению. Серый колор, он показатель негативной ситуации. В том плане, что у вас что-то недодовольное. Он сам по себе информации никакой не носит. Но он накладывает негативный отбиток на ваш стан. То есть серый колор говорит о том, что вы недовольны. Так, оказывается, определяется психологический настрой. А у него вся жизнь пока один и тот же цвет. Чего не коснись. Один сплошной интернат. Так, дети, которые из интерната, им уже набагато простее. Они уже привыкли до этого коллективного, скажем, иснувания, коллективного життя. Они уже привыкли до своих социальных отношений, групповых. То есть для них эта ситуация абсолютно, скажем, нормальная. Миша научится принимать все удары судьбы так же просто и естественно, как свой интернат с садистами-учителями. Наша директора, ну, бывшая, то сказали, что вообще привет, куку. То и до кровати привязывала гатила. Ну, короче, убивали жестко. Ну, то лазина там метра два, два с половиной. Это чтобы не вставать, не бежать за дотину. Ну, это место сидит. И по чем попало? То если попадай по лицу, то по лицу. Если по телу, то по телу. И то начинай, гаси. Все, выходим. Впрочем, совсем не детские травмы толкнут Миши Горбаня на воровство и разбой. Он, как и тысячи других, просто не будет знать, как жить по-другому. На уровне мозга, на уровне биохимии. Эти люди другие. И эти люди, потом, приходя в общество, они приносят свои ценности. Это ценности жестокости. Это ценности того, что выживает сильнейший. Это ценности украсть. Это ценности обмануть. И таким образом они влияют на все государство. На нас, на меня, на вас, на наших детей и так далее, и так далее. Это будет еще один результат интернатов. Они совершенно не способны научить самостоятельной жизни. Детина привыкла, что ей постоянно что-то дают. И через 2-3 месяца наступает просто прозрение. У меня нет денег. Працювать меня никто не захочет. Я не знаю, как это делать. Я учусь. Мне какая-то стипендия. Как деньги вытрачать, я не умею. Что такое ответственность, я не знаю. Именно поэтому фонд «Мой дом» запустит в Херсоне уникальный пилот. В бывшем детском садике откроется Центр социализации, где выпускников интернатов будут учить элементарным навыкам. Всему тому, что интернат дать не в состоянии. Привет. Мы готовы ехать на рынок? Да. Это Вера. Все лето именно она будет для нескольких подростков из интернатов главным инструктором по специальности «Жизнь». Задание на сегодня – затариться на рынке продуктами и сварить борщ. А список-то большой. Не, ну? Да, сейчас мы это все купим. Прето, наверное, получится очень мало. Со стороны это и правда ерунда какая-то. Игра в дочки-матери. Ну как не знать, например, что в этом мире есть такая вещь, как коммуналка. Но вот как? Изначально, когда вот они еще поселялись, то мы объясняли им, что невыкрученная лампочка в туалете может вам каким-то образом повлиять на окончательную сумму, когда вам принесут чек. Поэтому вот они ходят там. Один кто-то не выкручил, и все втроем бегут в цвет. И вдруг окажется, что борщ на всю их небольшую компанию – 150 гривен. Это если без картошки и мяса. Они пока даже не знают, это много или мало. Можно нам бурячок такой побольше? Это весь, да? Дело ведь не столько в том, чтобы набрать нужные продукты, сколько как правильно рассчитать деньги. Пару раз им вообще показать, как это делается. И потом вообще, чтобы они вот, например, мы там сидим в машине ждем. А вы идите и покупайте. На обратном пути пацаны будут думать, какая же все-таки сложная штука жизнь, где придется теперь рассчитывать только на себя. Вся жилая зона Херсонского центра социализации, несколько гостиничных комнат для пацанов, отдельная квартира для Веры, ее семьи и общая кухня. Все, можете споласкивать кастрюлю, набирать воду, мясо сполоснуть. Туда поставьте. И уже не разобрать, где свои дети, где чужие. В этом-то и есть основной замысел. Все жилки, все. У Веры с мужем и своих-то пятеро. Прежде чем попасть сюда, они должны будут пройти конкурс. И вся их задача – просто жить рядом, чтобы пацаны видели модель семьи. Например, как проверять у детей уроки. Нет, вот здесь равно пишешь 2 в квадрате, 5 в квадрате и 7. Как просто любить того, кто тебе дорог. У тебя сегодня был насыщенный день, да? Да. У нас обычно бывает, всем пока. И засыпает. Это самый младший из пятерых Матвей. В его жизни есть самое главное. Ведь это так просто – засыпать и просыпаться, а она всегда рядом. Хочется этим пацанам, девчонкам, действительно, чтобы вот такое счастье они могли создать в своих семьях. Мои родные родители просто много пили. Отца в тюрьму посадили. А мама, я не знаю, кто она. А ты хочешь в семью? Нет. Почему? Не хочу. Почему? Ну, я уже взрослый, и сам его о себе позабудится. Этот пилот не мог случиться без Ирины Барах. Именно она купит заброшенный детский садик и поможет сделать ремонт. Барах – одна из самых заметных агроэкспортеров Херсонской области. Мы, люди, у которых уже состоялись, у которых есть бизнес, возила податки к Новому году в детский дом, отправляла. Отправляли, кто-то обращался за помощью, но я тоже помогала. Я подумала, что, ну, наверное, мы делаем что-то неправильно. Неправильно действительно мы делаем все, собственно, из жалости, а не из любви. Любовь – это нечто другое. Любовь требует действия. Ирина вдруг поймет – денег в этом мире больше, чем сострадание. Хотя должно быть наоборот. Самое главное, что она придумает – агрофирму, которая сама зарабатывала бы на социальные проекты, чтобы у фонда всегда была своя денежная подпитка. Мы преодолели немыслимое сопротивление местных властей, которые, в частности, одна из фраз у этого главы районной администрации была такая я не вижу причин, по которым нужно давать льготу инвалидам. А пока все остается как есть. На примере Снятина и расследования Мирославы Зиновой вскроется еще одна страшная грань интернатовской системы. Она лишает детей какой-либо перспективы подняться на ноги самим. В обиход вернется такое подзабытое с советских времен понятие, как карательная медицина. Иногда буквально. Я залишила свой номер телефона двум хлопцям. Звонит мне один. Дело в том, что нас Шимчук хочет отправлять под Михайлевцей. А что это такое? А там есть такая лекарня. Какая лекарня? Я не знаю. Он нас туда часто отправляет, наказывает. Типа наказания такие. Однажды она поедет в ту самую больницу. Километр 80 от Ивана Франковска. В Богом забытый глухомань. И придет в шок. Директор будет отправлять подопечных в реальную психушку за любой проступок. Причем целыми группами. До десяти человек. Чему вас отправили? Потому что мы были ничемные. Потому что мы шли в магазин. Мы с тобой хотели купить, поповнить телефон. А мы ходили на базар. Я дуже хотів яблука. В Снятинском интернате умственно отсталость поставить всем. Всем 110 подопечным. И так повсеместно. Этот диагноз ставит многим детям автоматом только потому, что родители ими не занимались. Ну или ближайшая школа. Километров за 50. И приходит в школу влаштовывать мать чи батько своей дитиной. И скажет. А, так ваша дитина имеет затримку развития. Она еще не умеет читать. Ну то вам лучше управление освіти. У управление освіти там психолого-медико-педагогическая комиссия. Обстежили дитину. И далее направление отримает. Батьки натримують направление в интернатный заклад. Кулеба знает, о чем говорит. Едва ли не в каждой поездке ему приходится объяснять администрации, что забота о детях, ремонт, новенькая мебель, медикаменты и качественная еда – это еще не любовь. Это что должно быть по умолчанию. Просто понимаете, вот мы привыкли от кого-то ждать. Что вы, ну вот серьезно. Да. И что, чего вы дождетесь? Нет. Никто не дарит соврать, я не привыкла. Нет. Я каждый день до этих детей добиваюсь. Не сколько там на лекарства. Кто государство? А ну ответьте, здесь в этом заведении кто государство? Вы директор этого учреждения. Это ваши дети. И это ваша обязанность. Да. Добиваться для них – это ваша обязанность. Вы не волонтер. Вы не волонтер здесь. Люди не відчувають своєї відповідальности просто. Что это их відповідальность. Они бачать только в межах там своєї функции. Ну Микола, которого я знаю уже 2 года, 17 лет ему сейчас. Он хочет быть юристом. Он хочет быть айтішником. Как? И в него есть возможность это делать? Есть. Как? Если он не выйдет за межи этого заклада. А заклад делает все возможное, щоб зберегти їх в своїх межах. Це наші діти. Хай сидять тут. Хай сидять. По словам Кулебе, на самом деле, лишь 10% інтернатовских детей действительно отстающее в развитии. Даже если эти дети с особенностями, это ведь далеко не всегда умственная отсталость. А подобный диагноз – приговор на всю жизнь. И так везде. По всей Украине. То есть врачи прекрасно понимают, что этот диагноз стоит не потому, что ребенок слабоумный, а потому, что он находится в учебном заведении, где здоровый быть не может. Поэтому у него должен стоять диагноз. Иначе его нужно из этого заведения убрать. А если убрать, то как же деньги, как же бюджет? У них даже программа специальная. Это спецпрограмма, я говорю, после которой дают не аттестат, а справку о том, что он прослушал специальную программу. И так по кругу, из которого нет выхода, система воспроизводит уже сама себя. Выпускники интернатов создают семьи, и у них тоже рождаются дети. Много лет брали детей из интернатов, и мы думали, что мы их всех заберем. Заберем, заберем, и их там не останется. А их все больше и больше. На самом деле, чем больше мы берем, тем больше интернат берет детей. Мы поняли, что нужно работать не столько с детьми, которые попали в интернат, столько с теми семьями, которые являются поставщиками детей в интернат. Далее. Вот вся, по-моему, волочка. Насколько, если я могу сюда. Правильно? Да. Если я правильно. Я же Сусанин географии. Соцработник Людмила Августинович колесит так по Херсонщине больше десятка лет. Для нее совсем не новость. Примерно треть интернатовских – дети бывших воспитанников. Сейчас она едет с очередной инспекцией в такую семью. Это Наташа. Ты же знаешь, что я еду с новоучениями. А она, скажем, подмилована никаких вопросов. Я идеальная мать. Это хата. Наташа, заходим. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Таких историй, как у Наташи, в каждом районе. Да что там, едва ли не в каждом селе. Муж временно работает, в зависимости от посевной или уборочной. Зато пьет регулярно. Сама давно в глубоком декрете. У нее пятеро пацанов. Нищета, безработица и антисанитария. В какой-то момент комиссия из селерата и соцзащиты решит изолировать детей в интернат. Дома им даже спать будет не на чем. Наталье придется сделать хоть какой-то ремонт. Младших сыновей она потом вернет. Старший таки останется в казенном доме. Ты же хочешь похвалитесь. Молодец. Зовсем інша кимната. Ты молодец. Я в хорошем шоке. Я рада цему шоку. Людмила Ивановна со своей служебной машиной пожалуй единственная возможность для Наташи съездить за старшим сыном в интернат. Привезти его хотя бы на выходные. У Натальи нема возможности ее забрать оттуда. Например, в субботу забрать, в понедельник отвезти. Мне, например, начальство сказало вот сегодня сеять, вот сегодня поливать, вот сегодня то и то делать. Я поехал на работу. Как она поедет, как она этих детей бросит. Старшего Максима она таки не заберет домой. Уже давно могла бы. Прав ее никто пока не лишал. Забарем до дома Максима? Да. Часа два на машине и вот тут самый таврийский интернат. Когда-то его закончит и сама Наташа. Это многое объясняет, почему она не видит в этом ничего плохого. Пошли, да, братика. Юля, вы справитесь с вами? Да. Давай, я Максима. Пошли, пошли. Там Максима. Где Максима? Где Максим? Костя. Давай, поднимай ножки. Боже, еще на второй этаж. Да, Максима, да. Пошли, да, Максима. Максим встретит маму на удивление сдержанно. Детки, стойте тут. Больше потянется к маленьким братьям. Когда его впервые сюда привезут, он тут же сбежит. А потом еще раз. Ты не текал со школы? Да. Со школы ты не текал? Они не виделись очень давно. Дежурные вопросы, как учеба, поведение. Максим уже понимает, для его братьев семья это просто и естественно, а для него подарок за хорошее поведение. Если будет хорошо себя вести, то мама будет чаще забрать. Перед тем, как забрать Максима на побывку, Наташе придется написать стандартное заявление. Прошу разрешить, беру ответственность на себя, обязуясь вернуть. Прошу вашего дозвола отпустить. Тихо. Тихо, тихо. Мого сына до дома, да? Мого сына и фамилия. Ага. Мама, край. Да, да, сейчас, 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 все, шеще. И вдруг станет абсолютно очевидно, она никогда не писала такое заявление, а значит, ни разу не забирала своего Максима домой. Мастер, что ты где спишь-то? Покажи. Здесь спишь? А что дядька здесь спит на твоей кровати? Здесь она, здесь спит. Дядька. Его надо вон скинуть, дядьку этого. Он не поймет вообще. Смотрим на меня. Я снимал такие сюжеты в разное время в разных странах, где жил и работал. Обязуйся исправить ситуацию вообще, вообще в корне. Ситуацию исправишь или нет? Чуть, я вообще не знаю, когда ты исправишь ее. Андрей Васильевич, когда у тебя глаза уже вот после, я не знаю, когда вот сколько ты уже пьешь-то. И везде одно и то же. Одни из главных поставщиков в интернаты – семьи, где нищета, пьянство или наркотики. Это, кстати, еще один рейд по неблагополучным семьям. Тут, по идее, должна жить семья с двумя детьми. А давай делай, с которой она викинг. У вас подоится, что тут творится. Но есть и другая сторона. Ведь не все, кто сдает в интернат детей, беспробудные пропойцы. Большинство как раз нормальные родители. Просто нет денег, нет работы. И вера в будущее. Ну вот типичная история. Мама – свинарка, зарплата потолок – 3000 гривен. Отец после инсульта перебивается случайными приработками. Ни газа, баллон заберут за неуплату ни света. С позиции государственных службовцев в облаго детей их забрать в интернат. А этого не можно было допустить, потому что дети очень любят. Вы же видите, они веселые, они славные, они такие манипуляторы, но они классные. Порой одного этого достаточно, чтобы начать подниматься. Фонд «Мой дом» Маринчака и Горденко отберет 37 таких семей. Весь год с ними будут волонтеры, материальная помощь. И в итоге из всех семей, участвующих в эксперименте, лишь в двух родителей лишат таки родительских прав. И дети отправятся в интернеты. В Молдове очень просто. Дают родине тысячу долларов на шесть месяцев. За эти деньги можешь купить одежды, продукты можешь купить, платить за коммунальные, но за полгода ты можешь найти работу, ты можешь что-то сделать в своем доме, ты можешь показать, что ты можешь обеспечиться собственной дитиной. Пройдет два года, как мы начнем работу над этим фильмом. Изначально он будет называться по-другому, но однажды название найдет его само. Ведь по большому счету все истории очень непохожие друг на друга ровно об этом. А вот как вы думаете, что такое любовь? Одна дитинка написала листа для Деда Мороза. Дедуся Мороза, вылечу мою маму, потому что люди кажут, что она кончена. А я ее дуже люблю. Служба приезжает вместе с милицией проверить очередной раз, мать бросила ли пить, стала ли она заботиться о детях, и приезжает дома один ребенок. Ну и они начинают уже с ней разговаривать, с ребенком. Девочка, наверное, лет 10 уже была девочка, она настолько защищает мать, просто как, знаете, как львица. И находят, потом они начинают обыскивать квартиру, она ее спрятала, она спит, пьяная Ваня. Дмитрий Сидлерчук, помните его? Ну тот самый, что попытается вскрыть беспредел в Снятинском интернате под руководством Леонида Шемчука. Доброжелатели много раз будут предупреждать обоих. И Сидлерчука, и Зинову, не листик директору. Опасно, ведь если его не увольняют, это кому-то надо. Генеральная прокуратура, областная прокуратура, міськая прокуратура, все были проинформированы. А ну-ка, чи зараз кто-то якусь має информацию? Ніхто. Просто відписки такие самые, как и отримаете вы. Факти не подтвердилися. Приехала сюда делегация, вернее, переверка от социального защиту Министерства. Я говорю, а че ж вы не зайшли, чому ж вы меня не покликали? Я вам рассказал про цей будинок своего. Знаете, слова были «Человече добрый, я больше сняти не приеду, я хочу вернуться до Киева и побачить еще всю свою сімью. Я не хочу, чтобы меня, каже, облили кислотой, тем больше подорвали». Оце была ответственность чиновника, который отвечает за эти будинки. Все именно так и произойдет. Однажды у подъезда Мирослава Зиновой плеснуть в лицо какую-то жидкость. Она сразу все поймет. Все равно перепугу, я закрыла очи, кислота на меня попала, я зрозумела, что это кислота, очей я не открыла. Но она настолько текла мне по обличке, что мне не было чем дыхать. Она попала мне вниз, в рот, я, и, конечно же, и ковтнула. На крике выйдет соседка, дубленка, сапоги, сумка, все прожил кислота. Поражены окажутся лицо, шея и грудь. Я пережила эти операции. Это 6 операций, это так, кажется, сказать, 6 операций. У меня вот тут такие блокилоидные руки, что я зубы рейк не чистила, задние. Я ложку вроде не могла засунути, я пила с трубочки. Покушение на Дмитрия буквально его и правда подорвут у собственного дома на вполне себе боевой гранате, установленной на растяжке. Вот видите, вот это следы, осколки, которые должны быть в мне. На это бывший директор детского домика Шимчук, на это он рассчитывал, что это меня должно было бы убить. Эхо взрыва где-то в далеком снятии не окажется настолько громким, что силовикам придется таки вплотную заняться интернатами и его директором. Только уже не местной прокуратуре, а областной. Ниточка преступления приведет к директору интерната Шимчику, причем буквально на растяжке обнаружит его ДНК, а потом эта нить потянется еще выше. Заказал мне директор департаменту социального захисту Бурдяк Леся Иваняна. Її брат Чебурак Михайло проплатил и Юля пройдет через огороди и до Демчука МИЛИЦКУ, МИЛИЦКУ. прокуратуре разберется быстро, обвинит в гибели Юры ту самую нянечку, которая в момент трагедии будет в городской поликлинике с другими детьми, отправит ее туда врач интерната, все та же дочь директора, и потом, конечно, будет все отрицать. Мария тоже окажется под следствием. На работу не берут, придется тянуть на домашнем хозяйстве. Я таким сыплю и они у меня будут есть. Оказывается, даже такую адскую работу с особенными детьми за каких-то 3-4 тысячи гривен в месяц попробую еще найти. Бывает под очами по два мешка опухоли, видите, видите, нужно прокапать. Они думают потому и молчала обо всем, что там происходило, как молчат все до сих пор. Сотрудники интерната попытаются купить и молчание мамы погибшего подростка подсунут какую-то бумагу для подписи та откажутся. Они говорят, мы вам заплатим мою, Паня, то пробачите, потому что нам тюрьма пахнет, и вы понимаете, мы этого не хотели, мы этого не хотели, у нас дети. А он, что, когда у него не детина был, так само детина, как у вас ваши дети. девочка-аутист Соня Попов. Она нарисует еще много картин, но одна из любимых любовь. Просто любовь. А что такое любовь, по-твоему? Например, моя мама, я очень сильно ее люблю, и она мне помогает всю мою, когда я родилась, всю мою жизнь, она мне помогала, чтобы я была веселая, чтобы я была отличная, чтобы мне было друзей, чтобы у меня была хорошая школа, чтобы мне все знали. Все это мама для меня сделала. Молодец, Соня, ты так хорошо говорила. Я даже не ожидала, что ты так можешь формулировать свои мысли. Я первый раз многое услышала. Спасибо тебе. Миша Горбань отсидит за разбой и кражу два года, но, что странно, ни интернат, ни тюрьма его не обозлят. Он будет за фоем читать Шевченко в тюремной библиотеке. старательно писать портреты с добрыми лицами. Карандашик сильно звука шагов, как мама впервые приедет к нему пятилетнему пацану в интернат на свидание. Я, понятное дело, не поверил и сидишь дальше, я дедусь и я чую, что кто сидит, какой-то незнакомый голос. Я так повернусь, стоит какая-то женщина, я так на ней подивився. Она говорит, Горбана, Мишу, можно? Я подрываюсь из-под окна. Бежу, кажу, что моя мама приехала. Что бы ты сказал маме? Попросил бы прощения за все испорченные нервы. Я очень люблю. Наташа и ее Тимоха. В их случае любовь окажется сильнее диагноза ТЦП. Он уже сам может кататься на велосипеде и вот-вот встанет на ноги. Не спеши, чего ты спешишь? Давай, руку переставляем. Так, молодец, ручку переставляем. Поднимаемся. Анита. Спустя два года она добьется от отца, чтобы тот съехал, вырвет своих братьев сестер из приемника распределителя, но добиться еще и суда над отцом за растление сестренки так и не сможет. Суд идет два года и конца края ему нет. Только сейчас став взрослой, она признается, что когда-то в детстве тоже была жертвой насилия. Ко мне приставал дедушка, когда мы ездили в село, то есть мамина отец. Я выкричала там все такое, но я была в селе, то есть родителей не было рядом на каникулах, и бабушка не помогала, бабушка это покрывала. Мария Демчук. Она все так же будет раз в месяц возвращаться из Польши домой, проведать Юру, и все так же ждать справедливости. Его гибель останется тайной, и за это никого из действительно виноватых не накажут. не могу я с ним змерить, что еще так как бы он так был мер, то иначе, а так же хлевал. И даже непокаранные эти люди. Нема такой справедливости. Мальчик из интерната в Житомирской области, тот самый, которого не хотели спасать. Усилиями Кулеба и волонтеров его вырвут из интерната и отправят в частный реабилитационный центр, где его окружат заботой и вниманием, и где он будет ждать усыновления. Его возвращают в весе 10 килограмм, тельцы обтянуты кожей. Волонтеры отправили мне эти фотографии, я их также показала уполномоченному, на что он сказал срочно организовывай все и забираем ребенка на лечение в Киеве. Николая Кулебу переназначат уполномоченным по правам ребенка и под его руководством будет написан концепт большой реформы. Но будет ли она воплощена вопрос и большой вызов уже для новых властей? Или интернаты так и останутся теми самыми жерновами, которые перемалывают детские судьбы и в которых исчезают миллиарды гривен? Вот в том сенсе, в котором они сегодня существуют, где у дитини нет права выбора. Это местные свободы. Ты сам не можешь покинуть этот заклад. Ты не можешь сказать, как мне сын может сказать, я хочу, дай мне деньги, я пойду в магазин, хочу себе морозовое придбать. Ты не можешь этого сделать. Ты можешь только, и ты можешь право на то, что там есть среди, и с дозволом того, кто за тебе отвечает все. Наша Юля Козырятская Пока будет снимать этот фильм, всерьез задумается о профессии детского психолога. Нечто подобное будет происходить с ней в каждой семье, где есть дети. Мы с Сашкой. В одной точке сойдутся смертельный диагноз, рак мозга и распад семьи. Теперь мы встречаемся по выходным. Изредка ездим в отпуск, а к стене плачем и пойдем вдвоем. Я так и не успею что-то загадать. Это не волшебная стена? Волшебная? Попробуй, волшебная? Да. Вот я держу на стену, на своей сделаю стены. Так делаю и так. и не успею. И не успею. Хорошо. Мы делали этот фильм два года. Работа над ним поможет мне сформулировать самый главный и до банальности простой вопрос. Что я успею дать своей маленькой дочери? Огонь! Ведь ей, по большому счету, как и любому ребенку, нужно всего три вещи. Чтобы ее мариновали в любви, возможность для учебы и навыки самостоятельной жизни. А это может дать только семья, где каждый делится своим счастьем. Пока, к сожалению, все наоборот. Люди делятся друг с другом собственным несчастьем, потому что когда-то их сильно недолюбили. Дать мне сил и время вырастить Сашку – это все, о чем я тогда успею попросить у стены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok